Имеется коврога Zayga 253, на ней уже установлена электронная линейка микро 4.02, уже установлены элементы пульта, датчик, тросовые растяжки, кронштейн, блок питания. Это основные элементы. Так, в линейке начинаем с проверки комплектации и сборки необходимого основного инструмента, который необходим. Может понадобиться при монтаже дрель, болгарка, молоток, пресс для обжима наконечников, пресс для обжима коннекторных разъемов датчика. Может понадобиться тестер, линейка, песочки маленькие. И трафарет для разметки пульта монтажа. Комплектность проверяем до монтажа. Желательно это сделать, чтобы в случае чего-то не вложения, скорректировать это еще в мастерской, а не на пилораме. Иначе будет беда. Согласно паспорта вложения у нас в комплекте идет пульт Микрон 4. Проверяем, что у нас все разъемы на месте, все одето, все припаяно, ничего нигде не отвалилось. Проверяем, что у нас есть в комплекте датчик тросовый с крышечкой для разъема датчик. К нему две растяжки с гайками и одна растяжка с пружиной. В комплекте идет трос 4 метра или 3,60 метра, точно не помню. Уголок для крепления датчика, подготовленный с отверстием, которым он будет примерно вот так закреплен. Плата искрогашения и блок питания для пульта 220 на 12 вольт. 220 вольт у нас выведен голым кабелем, 12-ти вольтовый выход у нас с разъемом. На разъеме блока питания красный плюс, черный минус. На это очень стоит внимание обращать. Для платы искрогашения два изолятора и два винта с гайками. Четыре шурупа для крепления пульта в комплекте идет. Четыре зажима для крепления тросового датчика, самого тросика на датчике и на растяжках. Четыре винтика в Паттай М4 на 10 для крепления датчика к кронштейну. Здесь четыре отверстия, четыре винта. Два винтика для крепления блока питания для монтажных и отверстий. Три разъема, один запасной для подключения датчика и пульта коннекторный. Четырехконтактные идут разъемы. Один четырехконтактный разъем большой для подключения блокировки кнопок пилорамы. И один разъем двойной для подключения блока питания. Завести 12 вольт на пульт. Монтаж электронной линейки начинаем с выбора места для установки непосредственно пульта. Для того, чтобы им было удобно пользоваться оператору и учитывать момент, чтобы его нельзя было быстро сломать неаккуратными действиями. В данном случае у нас предложена пилорама Тайга Т3 и пульт для линейки мы можем установить непосредственно на щиток управления. Здесь он будет смонтирован на лицевой панели дверцы. И габариты щитка позволяют нам установить без проблем его, чтобы разъемы не мешали внутренним деталям щитка. То есть ни опускателя, ни выключа автомата ничего не будет доставать. Мы его монтируем прямо на дверцу. Для монтажа я использую специально подготовленный трапарет, на котором мы имеем четыре отверстия крепежных для пульта. Габаритами 65 мм на 152 мм. Это по отверстиям. И отверстие 65 на 50 мм. Это квадрат, то есть прямоугольное отверстие под разъемы надо разметить. При монтаже обращаем внимание, чтобы у нас разъемы впоследствии и провода не мешали ничему. Ни за что не цепляли, свободно можно было открыть дверцу. Размечаем четыре крепежных отверстия. И размечаем отверстия под разъемы. Сверточка 4 мм. И сверху четыре крепежных отверстия. Просверлили четыре отверстия под крепление пульта. Прямоугольное отверстие под разъем. Отверстие должно обеспечивать свободное подключение в монтаж разъемов, чтобы они не цеплялись за корпус. И не деформировались во время монтажа. И для того, чтобы у нас стружкой не засорить пускатели, их можно закрыть. Таким образом мы закончили монтаж пульта на передней панели щитка управления. Теперь мы монтируем блок питания. Выбираем для него место свободное, чтобы находим, если таковой именится. Пульт, в принципе, изолирован полностью и сделан неразборным. Вредить его сложно. В данном случае мы его закрепим вот в этом месте. Ему будет здесь удобно. Нам надо обеспечить подключение на пульс 220 вольт и 12 вольт на пульс. Для подключения блока питания к пульту необходимо иметь удлинитель, который необходимо изготовить из многожильного медного кабеля сечением от 0,5 до 0,75 квадратов. Это будет достаточно. И этот кабель также понадобится для подключения пульта к кнопкам. В данном случае у нас кнопок нет, у нас тумблер для блокировки пульта и тумблера. Размечаем крепежные отверстия для блока питания. Сверлим в задние стеночки щитка два отверстия диаметром 4 мм. И теперь надо сделать удлинитель, чтобы у нас можно было подключиться. При помощи пресса, длинного, готовим наконечники для монтажа удлинителя. Для того, чтобы прикрепить блока питания. Удлинитель для подключения блока питания и пульта готов. Вот сюда, вот сюда. Красный плюс, черный минус. Здесь у нас коричневый плюс, синий минус. Здесь минус, плюс. Нарушение полярности ведет к выходу из строя пульта. Поэтому здесь надо быть аккуратным. Разъем для подключения пульта для блокировки кнопок управления. Для этого мы отрезаем из кабеля два кусочка, примерно сантиметров и шестьдесят. Четырехконтактный разъем. Правая половинка, это один кабель монтируем. Вот так. Второй кабель. Точно так же вставляем во вторую половину. То есть, один у нас кабель будет блокировать, допустим, кнопку вверх, другая кнопку вниз. Или наоборот, это не принципиально. И этот кабель у нас тоже готов к подключению на пульту. Длины кабеля должно хватать для свободного открывания дверцы впоследствии. Мы его потом смонтируем и закрепим, чтобы он у нас не болтался. И подключаем сейчас кабели непосредственно на кнопку вставки. У нас кнопок нет, у нас стоит тумблек, который переключает пускатели вверх и вниз. Берем вот так вот. Делаем общий. Можно подключить как-то непосредственно здесь на тумблере вторые хвосты в кабеле. Здесь просто подключаться неудобно. Мы подключимся на климнике, непосредственно на пускатель. Подключение проверяем, что у нас провода держатся. И теперь нам надо подключить 220 вольт на блок питания. Принципиального значения здесь нет, куда фаза, куда ноль. Но желательно фазу делать цветной, ноль, синий. Вот таким образом мы подключаем блок питания. Проводим на него 220 вольт. Включаемся на контрольной лампе включения. Проверяем, что у нас питание есть. Включаем в одной основе. Есть индикация на табло. Значит, пульт включен. Питание есть. Пока все работает. При отключении питания Следует обращать внимание на данный фирмен 2.18. Пульт должен прохищать при отключении. Это свидетельствует о том, что он хранил загруженные в него данные. Плату искрогашения желательно предварительно подготовить перед монтажом. Сделаю на него наконечник. Обжимаем. Было удобнее монтировать их на пускателе. При подключении платы искрогашения Позировка значения не имеет. В таком состоянии она, в принципе, готова к монтажу. Но желательно еще сделать Кроме изолирующих подставочек Вот таких, которые идут в комплекте. Желательно использовать Еще и Диэлектрическую пластинку По всей плоскости Платы Мы подготовили отверстие Для крепления платы искрогашения И монтируем ее на Два винтика Место выбирается Прямо подпускателями С учетом длины Проводов имеющихся Плату искрогашения Мы смонтировали Подпускателями Два пускателя, которые управляют Двигателем Подъема Опускания рамки При подключении Фазировка Значения не имеет Плата подключается Параллельно С обмоткой двигателя Вот этот кабель Это двигатель Подъема Пускателя Клату мы подключим Вот на этот пускатель Вот сюда Для того, чтобы выполнить монтаж Простового датчика На стильные рамки Непосредственно на корпусе Предварительно Надо рамку поставить В среднее положение По ходу работы Поднять примерно На половину ее высоты Для этого мы ее максимально поднимаем До срабатывания Верхнего концевика Определяем высоту подъема Вот Пилорама от рига Позволяет подняться На 740 мм Среднее положение Среднее положение Будет 38 см В этом положении Выполняем монтаж Тросового датчика Торма от безобразника Готовим Тросовый датчик К монтажу Для этого Нам необходимо Закрепить На барабане Троса Трос в комплекте Идет примерно 3,64 метра Заготовка Мы ее разрезаем пополам На две одинаковые Заготовки В барабанчике Имеются канавки Предварительно нарезанные И два отверстия Требежных для датчика Для монтажа тросика Необходим будет крючок Вставляем против Наружной стороны Вытаскиваем его Крючочками Берем зажим Который есть в комплекте Вот таким образом Один хвостик Просуку не садов И заправляем уже на место Вставляем в отверстие Обнаружен Теперь нам надо его Закрепить на барабане Предварительно Намотал плотненько По ветву Одну сторону Восемь витков Должно получиться До середины Чтобы тросик не убежал Его надо закрепить Изолентом В таком положении Кроссовый датчик Готовку монтажа Уже В комплекте поставки Есть крепежный уголок Размечаем в нем два отверстия Для крепления уголка На пильной рамке Жестко Крепить будем Двумя болтами М6 Надо сделать два отверстия При выборе При выборе места Для монтажа Тросового датчика Необходимо учитывать В тот момент В какую сторону Идет выброс Опилок Чтобы датчик Был как можно Больше защищен От пусора Грязи И случайного Воздействия Человеческого фактора Чтобы не зацепиться Случайно За трос Чтобы он был Максимально закрыт Рамой Сделали два отверстия Для крепления уголка Жестко на раме Диаметром 6 мм Два отверстия Крепежа Крепим На два болта Кронштейн закреплен Теперь можно закрепить Непосредственно И сам Тросовый датчик При помощи Четырех групп Литов Которые есть там При монтаже датчика Надо учитывать Тот момент Как будет расположен Разъем Чтобы удобно было Залезть до Фиксатора До защелки Вставляем трос Так Так Датчик у нас Закреплен на раме Он готов Для того Чтобы смонтировать Две растяжки Одна Жесткая Одна с пружиной Для того Чтобы обеспечить Натяжение тросика При монтаже Тросика И растяжек Необходимо учесть В такой момент Как вертикальность Тросика В уже смонтированном Состоянии Чтобы он был расположен Вертикально Вдоль рамы И учитывая тот момент Что при перемещении Рамки В крайне положение С одного И с другого Происходит смещение Тросика Относительно центра барабан Поэтому Крепежные отверстия Вод растяжки Надо будет сместить Одну Вверху Надо будет сместить В левую сторону И нижнюю В правую Спасибо за внимание И для подключения Дальше Как пункт Необходимо подготовить И смонтировать кабель Для кабеля Берется Четырехжильный Контрольный кабель Четыре Жилы В течении 0,22 Четыре метра Вполне достаточно Вот Кабель идет В комплекте Трехметровый Кусочек Подключается При помощи Телефонных Четырехконтрольных Коннекторов Коннектор Коннектор Монтируется На кабеле При помощи Пресса Обязательно Необходимо Выполнить Монтаж Кабеля При помощи Пресса Чтобы Обжать его И закрепить Здесь Важно Разъемы Собрать Одинаково По цветам Как один разъем Собирается Точно так же Собирается И второй Если у нас Слева направо Черный Красный Синий Желтый Точно так же Собирается Второй разъем Тоже будет Черный Красный Синий Желтый Так как у нас Двигатель Привода Рамы На этой Филораме Еще не смонтировал Мы Кабель Датчика Оставим С запасом С тем Чтобы Потом Впоследствии Этот кабель Смонтировать Вместе с Подвеской Кабеля Двигателя Чтобы Не провисал С помощью Специального Сверла Делаем Отверстие Под Сами Для Кабеля Который Пульти Датчик Вставляем Кабель Приготовим Кабель Приготовим Во вторую сторону Разъем Разъем В комплекте Четырехконтактных Придет 3 Продолжение следует